Здравствуйте, дамы и господа. Снова с вами в студии программы «Совет директоров» и ее ведущие Андрей Филатов и Леонид Алтухов. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Инна Овсеевич, финансовый директор сети универсалов «Авочка». Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Я бы, во-первых, хотела вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня на эту передачу, на ваш канал, потому что ваш канал про бизнес, а бизнес – это мы. Канал не совсем наш, мы здесь ведем передачу, но с любой точки зрения нам, конечно, очень интересно с вами познакомиться. И мы хотим, в первую очередь, спросить про вашу компанию, компанию «Авоська». Такое необычное название. Это, наверное, означает, что дискаунтер. Значит, наша компания начала свою историю в конце 1999 года. И очень примечательно, что в канун нового 2000 года был открыт наш первый универсал в спальном районе Москвы, в Митино. Само слово «Авоська» появилось в советском лексиконе благодаря Аркадию Райкину. Конечно, первоначально, в первые годы мы позиционировали себя как дискаунтер. Сейчас, в настоящее время, формат сети рассчитан на покупателей среднего и низкого уровня доходов. И формат представлен универсалами у дома. Соответственно, за годы, за последние 16 лет компания выросла. И в настоящее время конкурентными преимуществами компании, в отличие от дискаунтеров, которые в своем многообразии окружают наши магазины, состоит в том, что в магазинах представлена более широкая торговая матрица. И сам товар представлен на прилавке. То есть покупатель хочет общения. Ведь торговля за последние годы, если мы с вами даже возьмем срез последние 20-30 лет, она значительно изменилась. И изменилось и качество товаров, изменились торговые залы, изменились потребности покупателей и запросы покупателей. И мы менялись вместе с внешним миром, потому что мы живем неразделимы с той средой, которая существует в ней. А как вы это изменение в пожеланиях заказчиков отслеживаете? Заказчики вам как-то это сами рассказывают? Или вы просто предугадываете, что бы им хотелось, и реформируетесь? Я хочу повторить, что компания ориентирована первоначально на удовлетворение спроса покупателей и на предоставление качественного товара и качественных услуг покупателей в рамках розницы. Для того, чтобы понять, что хочет покупатель, первое, на базе автоматизированной системы учета мы можем увидеть, какой товар пользуется постоянным спросом. Кроме того, в компании проводятся маркетинговые исследования. Маркетинговые исследования проводятся как ресурсом самой компании внутренним, так и с привлечением ресурсопоставщиков. И, соответственно, наши поставщики предлагают нам товар для реализации покупателю, который они уже раскрутили, можно сказать, который они уже представили на рынке. И мы таким образом выполняем роль оператора профессиональной торговли. То есть даже в большей степени малагисты, нежели… Извините, вопрос такой. Вот этих поставщиков очень много, там десятки, сотни, сотни тысяч, или их немного. И количество товаров, которые действительно интересны покупателям, оно измеряется десятками, сотнями, тысячами в номенклатурном списке. Товарная матрица около трех тысяч номинований. Это то, что входит в стандартный пакет каждого магазина. То, что входит в стандартный пакет каждого магазина. Помимо этого мы ранжируем магазины по выручке. И, соответственно, у каждого магазина свое наполнение матрицы. Вот. А сколько магазинов сейчас всего? Сейчас наши сети представлены 75 универсалами. 63 из них находятся в Центральном федеральном округе. Это Москва, Московская область, Тверь и Переславов-Залезский. И 12 универсалов в Нижнем Новгороде. А чем география обусловлена? География обусловлена тем, что, опять же, исходя из посыла, ну, вот нашей такой принципов соблюдения удовлетворения покупателей качественным продуктом с прилавков магазина, нам позволяет этого достичь, наличие логистического центра. В Подмосковье находится современный, прекрасно оборудованный логистический комплекс, в который осуществляются централизованные поставки. И из этого комплекса осуществляется ежедневная, а значит, быстрая и, опять же, качественная доставка в универсалмы, ночная. Поэтому каждое утро на наших прилавках свежий товар. Помимо того, что мы товар поставщиков отгружаем в собственные магазины, у нас еще последние годы, значит, появилось подконтрольное акционерам производство. Мы зарегистрировали торговую марку «Авкус», производство нацелено на товары линейки «Фрэш». И, соответственно, мы можем контролировать это производство на всех его стадиях. Я извиняюсь, вот это вот «Фрэш» — это что? Фрэш? Что такое «Фрэш»? Это свежее. Фрэш свежее. Это свежее. Фрэш свежие яблоки, свежее мясо, свежая рыба. Это кулинария. Кулинария — это мясо и салаты. Ну и какое-то, может быть, хлебобулочное изделие. Это то, что потребитель хочет видеть на прилавке, и он не видит это в «Дикси», он не видит это в «Пятерке». Это те компании, с которыми вы конкурируете, с кем вы боретесь. А вот, простите за безграмотность, это только продуктовая линейка, или у вас там какие-то еще, то, что называется, забыл, как ты говоришь, или по-русски? Я поняла ваш вопрос. Хостовары. Хостовары? Нет, наверное, не хостовары. Ну почему? Вы говорите про универсальный для нас магазин. Да. Значит, смотрите, с точки зрения оптимизации использования площадей торговых, в прошлом году мы внедрили проект, открыли в некоторых наших универсамах дрогери. И, соответственно, это такие отделчики, в которых продаются хозяйственные товары, что позволило нам увеличить продажи где-то на 14% в каждом отдельном универсаме. Поэтому мы понимаем, что магазин у дома, он должен служить потребителю тем местом, куда он может прийти и купить то, что ему необходимо здесь и сейчас. А изоленту можно купить? И без машины. А изоленту можно купить? А гвозди? По-моему, нет. Ну, я думаю, что... Я думаю, что как раз за изолентой гвоздями люди едут в большие торговые центры, в такие магазины, как Караута, Лера, Мерлен, и покупают там не только изолентые гвозди, но и все остальное. А хорошие хозяева имеют запас изолентой гвоздей. А затем что? Они в запасе ходят. Изоленту ходят к соседу, а не в магазин. Проще и быстрее. Вы знаете, в период кризиса, мне кажется, вопрос ремонта отходит на второй план. Поэтому в кризис люди хотят кушать. В первую очередь они хотят получать качественные медицинские услуги и так далее. И, наверное, ремонт это уже в последнюю очередь. Помимо тактической задачи в удовлетворении покупательского, потребительского спроса качественным товаром, задачи наши – это неагрессивное развитие сети. За 16 лет мы открыли 75 универсамов. И по сравнению с сетями Magnit, X5, Dixie мы развиваемся неагрессивно. Нашей целью не стоит задача прикупить квадратные метры на рынке, показать рост и выйти на IPO. Нет. Компания очень осторожно подходит к выбору помещений. И в том числе и в мои задачи входит оценка эффективности инвестиционной привлекательности приобретаемой недвижимости. А как вы выбираете недвижимость? Есть какая-то методология, критерия? Да. Основным критерием является покупательский трафик, а он формируется из жителей окрестных домов. То есть это местные жители, люди, которые не приедут на машинах, как к большим торговым центрам. Пять минут доступность. Да. То есть это спальные районы в основном. То есть у нас наша аудитория и наши универсамы располагаются преимущественно спальных районов. Какой оборот магазина дневной? Можете так грубо оценить? Ну, давайте я, наверное, скажу оборот годовой компании, а вы поделите на количество магазинов. Наши зрители это сделают тоже арифметически, я думаю. Хорошо. А зрители сейчас полезут за калькуляторами? Все достали. 15 миллиардов рублей оборот годовой компании. А это вот если отранжировать, это вы как себя видите на рынке ритейла? Вот этот оборот, он вас на какое место ставит примерно? Это там первые 10, первые 20, первые 100? Я думаю, что в общем списке мы не первые, но мы говорим о конкурентных преимуществах, которые у нас есть. Поэтому, наверное, не совсем правильно нас сравнивать по обороту. Потому что, вы знаете, есть эксклюзивные товары на рынке, которые предлагаются небольшому количеству покупателей. То же самое у нас. Мы охватываем определенный круг потребителей. И конкурировать, допустим, с X5, который сегментировал свои магазины по мультиформату, сложно. Да и стратегия развития у нас различается. Потому что мы очень аккуратно инвестируем в недвижимость. И производим оценку потребительского спроса предварительную. Тоже очень внимательно. Недвижимость у вас вся своя? Практически вся. Около 25% универсамов находится в аренде. В этом случае мы активно сотрудничаем с городом. Ну вот я хотела бы рассказать о том, что мешает нашему развитию. Это субъективные факторы, не относящиеся к нашей основной деятельности. Инна, вы знаете, что давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Давайте. И после перерыва вы нам расскажете более подробно. Дамы и господа, пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро к вам вернемся. Дамы и господа, опять в студии программы «Совет директоров». Ее ведущий Андрей Филатов, Леонид Алтухов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Инна Овсеевич, финансовый директор сети универсамов «Авоська». И снова здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Инна, мы до перерыва говорили про вашу компанию. И вы хотели нам рассказать поподробнее о том, что мешает компания развиваться. Помимо, что это не связано с вашим основным бизнесом, бизнес-процессами. Что вам мешает? Нам мешает несовершенство законодательства, в том числе и налогового. Основной статьей затрат торгового предприятия являются товарные потери. Товарные потери делятся на потери от списания, нормы естественной убыли и хищения. К сожалению, в магазинах самообслуживания, особенно в кризисный период, доля товаров, которые похищены или списаны, увеличивается. Но наше законодательство не позволяет нам списывать весь товар, тем самым минимизируя налог на прибыль, оптимизируя его. А мы до сих пор, российская розничная торговля, руководствуется старыми советскими нормативами списания товаров в рамках нормы естественной убыли, которые устарели. Усушка, утруска. Да, и которые сейчас не актуальны, потому что, во-первых, поменялась линейка продуктов, поменялась сама торговля в принципе, ведь раньше же была только прилавочная торговля, а сейчас торговля в магазинах самообслуживания, это преимущественно по отрасли. Соответственно, тот налог на добавленную стоимость по похищенному товару нам приходится восстанавливать и платить в бюджет. Налог на прибыль мы тоже не можем уменьшить на сумму недостачи. Соответственно, торговые сети, если бы имели от государства поддержку в рамках законопроекта по пересмотру норм естественной убыли, в рамках того, что торговля разбивается, мы бы могли нашего потребителя удовлетворить еще больше. Мы бы могли снизить цену. А как так получается? Можете пояснить? Вы закупили сколько-то товара, дальше часть товара похитили, вы ее не продали, соответственно, у вас прибыли нет, вам за нее не заплатили, но товар купленный, поэтому расход у вас большой. То есть у вас, по идее, прибыль должна на эту сумму уменьшиться автоматически. Мы не можем. Мы должны, во-первых, за этот товар рассчитаться с поставщиком. Да, то есть у вас расходы есть. А налог на прибыль-то в какой момент появляется? Мы не уменьшаем, мы эту себестоимость товара восстанавливаем, мы ее выводим из... То есть вместо того, чтобы отнести эту сумму недостаточный расход, за счет того, что мы же поставщику отдаем средства, мы за счет собственной прибыли списываем эти недостачи. То есть вы должны показать прибыль, заплатить налог, а потом из этой прибыли покрыть недостачи? Да. Инна, у меня такой неожиданный вопрос. Вы сказали, что вы воспринимаете себя как своего рода логистического оператора. А вы не рассматривали, как другие ритейлеры, возможность использования другого канала продаж? Не только то, что называется в реале, но и через интернет-площадки. Вы знаете, пока этот проект находится в стадии разработки. Мы рассматриваем эти возможности, тем более, что и потребитель двигается в сторону интернета за счет своей загруженности. Люди не всегда могут пойти в магазин. Но мы понимаем, что наш покупатель живет или в том доме, в котором находится магазин, или рядом. Поэтому пока этот проект, то, о чем вы говорите, он не получил такого активного развития у нас. А мне кажется, было бы интересно, перед тем, когда мой поехать с работы, зашел быстро или по дороге, выбрал, что тебе нужно. Магазин пришел, а тебе уже авосечку выдают с чеком. В доставке, причем именно в ту авоську, которую Райкин рекламировал, это вообще был бы суперход. Хорошо, что передача называется «Совет директоров». Вы нам совет даете. Спасибо огромное передам собственнику. Есть еще моменты, которые нам мешают развиваться. Это несовершенство законодательства в области алкогольного регулирования, лицензирования деятельности. Мы покупаем магазин, начинаем завозить туда товар. Товар начинает продаваться. Через какое-то количество времени рядом с магазином открывается детское учреждение. И у нашего универсала отбирают лицензию на продажу алкоголя. Что бы я хотела сказать в этой связи? Естественно, мы теряем покупателя, мы теряем оборот и мы теряем эффективность бизнеса. Понятно, за счет установки. Да, да. Что бы я хотела пожелать как ритейлер? Мы готовы отвечать перед потребителем за то, что мы продаем алкоголь детям. За то, что мы могли продать алкоголь детям. Но мы не готовы располагать магазины в 100 метрах от детских дошкольных учреждений, когда градостроительная политика нам неизвестна. То есть, на мой взгляд, закон имеет какое-то абсурдное действие. И вы же знаете, что гласит закон, что если магазин расположен менее чем в 100 метрах от детского дошкольного учреждения, алкоголь на полке магазина стоять не должен. Алкогольная лицензия магазину не выдается. Соответственно, в этой ситуации мы готовы отвечать только за то, что мы продаем алкоголь взрослым и соблюдаем законодательство. Но абсурдность этих требований. Люди ходят контрольные, проверяющие, мерят метры, плюс-минус два метра. А нет у ритейлеров какой-нибудь ассоциации, которая бы их интересы защищала и как-то представляла перед государством, которая могла бы озвучивать эти интересы? Это же не только у вас касается, наверное, всего рынка ритейла касается. Да, это касается всего рынка ритейла. Продуктового, по крайней мере. Пока я не слышала, чтобы этот вопрос выносился на обсуждение в ассоциацию. Может быть, наши... Ассоциации все-таки есть. Да, есть. Что еще нам мешает? Нам для того, чтобы хранить документацию в бумажном виде в течение пяти лет, как там требует налоговая инспекция, необходимо содержать складские помещения, людские ресурсы, обращаться к архиву и прочее. Хотелось бы, чтобы на законодательном уровне именно торговые предприятия в первую очередь перевели на электронный документооборот. И именно с точки зрения законодательного регулирования, то есть отношения налогоплательщика с налоговым органом. Это кто при этом? Министерство промышленности и торговли? Это их задача? Я думаю, что это Министерство по налогам и сборам. То есть Министерство финансов? Да. Конечно. Кто же еще? Кто у нас деньги считает государство и собирает? Да. Был у нас еще такой опыт, когда ввиду неожиданной для нас градостроительной политики, нам пришлось сменить деятельность. И один из универсалов мы несколько лет назад сдали в Москве. Сдали в аренду Екиторию ресторан. Почему произошла ситуация со сменой деятельности? Мы не могли конкурировать с построенным Ашаном. Ашан был построен спустя несколько лет после того, как мы приобрели недвижимость и запустили магазин. И поскольку этот наш купленный магазин находился в черте города, то мы никак не могли прогнозировать, что городостроительная политика позволит, Московская, позволит Ашану приобрести землю под строительство и воздвигнуть свой комплекс. Поэтому такие случаи закрытием универсалов у нас не носят массовый характер. Но бывают. Но бывают. Да, это скорее исключение из правил, чем правило. А вот такой вопрос. Вы упомянули о сдаче в аренду в Екитории. А насколько вообще субаренда у вас распространена? Потому что, как правило, все-таки супермаркеты некой такой обвязкой обладают маленьких торговых точек. Аптенки, хулинирные, игрушки. Для целей удовлетворения потребителя и увеличения эффективности использования торговой площади за кассового пространства мы заключаем контракты с субарендаторами, которые располагают у нас в магазинах аптеки. Какие-то бытовые услуги оказывают точки. Соответственно, в принципе, я могу сказать, что все заказовое пространство у нас занято. Но в кризисный год, 2015-2016, мы увеличили процент сдачи в субаренду за счет того, что оптимизировали свои площади, торгового зала. То есть увеличили заказовое пространство, по сути, да? Ну, по сути, да. Наверное, это разумно. В каких-то универсалах, которые этого требовали. Да, там мы расположились и дроггери. Как вы видите вообще, какие вызовы стоят у вас, как у финансового директора, не у компании в целом, а именно у вас, в рамках такой достаточно все-таки разветвленной розничной сети? То есть насколько сложна эта работа? Вы знаете, работа, она интересная. Я хотела сказать о нашей финансовой стратегии, которой мы придерживаемся в рамках вида деятельности нашего и в рамках наших тактических задач. Это исследование потребительского спроса. Всестороннее, внутреннее, как я уже говорила, и внешнее. Значит, и исследование не только потребительского спроса, но и предложение других сетей в рамках розничной торговли. Второе – это одна из наших таких стратегических финансовых аксиом. Нельзя короткими деньгами инвестировать в долгосрочные активы. Третье – это кредитную нагрузку мы регулируем показателем NetDebt и EBITDA. То есть мы не закредитованы по самые уши, скажем так. То есть, соответственно, мы выполняем ковенанты банков. И следующая наша аксиома – мы работаем с крупными банками, с банками с госучастием, с ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк. Это наиболее надежные в наше время. Да, и, соответственно, это стратегическая наша позиция. Помимо этих крупных банков, которые нас кредитуют, они являются нашими инвесторами на этапе покупки недвижимости. Соответственно, помимо того, что мы инвестируем прибыль в покупку объектов, нам еще предоставляется долгосрочное банковское кредитование. Но для конкуренции между госбанками и коммерческими банками мы работаем также с банками Автоторгбанк, Металлоинвестбанк, Банки Средней Руки, которые более поворотливы, нежели госбанки. И, соответственно, в мои задачи входят кредитование компании, обеспечение ее кредитными ресурсами для увеличения активов. Это вызов или нет, я не знаю. Спасибо большое. Время передачи подошло к концу. Дамы и господа, с вами была программа «Совет директоров», ее ведущие Леонид Алтухов и Андрей Филатов. А в гостях у нас была Инна Овсеевич, сеть универсамов «Авоська». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова